Приветствую вас! У вас драгоценные мои любовью, Господа Иисуса Христа, добрый вечер, добрый день, доброе утро, возьмите вашу кружечку кофе для тех, у кого утро, у кого вечер, возьмите стакан чая с успокаивающего пятного и давайте начнем изучать Священное Писание. Я Максим Максим, и это прямой эфир, если вы их смотрите, конечно, в записи, это уже запись, мы хотим сказать добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры, если вы хотите присоединиться, это сделать очень легко, вы можете пройти на сайт domvera.ru и там нас каждый день смотреть, в одно и то же время мы вещаемся, кроме субботы и понедельника. Все остальные дни мы вместе с вами. Ну что ж, приветствую всех, мы начали с вами говорить, до этого уже три дня говорили на тему, где мои деньги? И хочет ли Бог, чтобы мы преуспевали и были богаты, и чтобы мы жили в достатке? Существует мнение, давайте так скажем, дьявол поселил такое мнение, что Бог не хочет, чтобы у вас был достаток. Ну, Бог, типа, он хочет, чтобы ты был бедным. В действительности это не так. Бог хочет, чтобы вы были состоятельны, чтобы вы были богаты, чтобы вы были успешны. Все герои Библии, если посмотреть на них, они были не бедные люди, даже страдальцы были не бедные люди. И Бог хочет дать богатство. Богатство это не цель. Пожалуйста, послушайте внимательно. Богатство это не цель. Богатство это средство для того, чтобы делать дела Божьи. Если у вас есть достаток, вы можете этим достатком служить Богу, делать какие-то хорошие вещи, изменять жизнь к лучшему, влиять, благовествовать. Ваши финансы могут работать. Теперь, если у вас постоянный недостаток, недостаток, он не может служить Богу. Конечно, в немощах мы сильны, и немощи делают нас сильнее. Но когда мы говорим о недостатке, когда мы говорим о том, что нам постоянно не хватает, что нам мало, нам то, другое, третье. И когда мы мучаемся из-за недостатка, то, конечно же, этим самым ты не можешь особо Бога прославить. Еще раз, богатство это не цель. Богатство это не цель, за которой мы идем. Богатство это не цель, за которой мы стремимся. Нет, ни в коем случае. Это если ты стремишься к богатству, если ты желаешь обогащаться, ты впадаешь в различные искушения, говорит священное писание. Мы не желаем обогащаться, абсолютно нет. Вопрос, зачем желать, когда нужно быть богатым на всякое доброе дело. Многие люди, желающие обогащаться, написано, впадают в различные искушения. Оставьте такие мысли, желайте приближаться к Господу, желайте познавать Бога, желайте быть Божьим другом, желайте общаться с Богом, возжелайте Господа, желание сердца моего познать Бога, желание сердца моего приблизиться к Богу, желание моего сердца стать Божьим другом. Я желаю стать ближе к Богу. Вы знаете, когда мы говорим о желании сердца, когда мы говорим о том, что нам хочется больше Бога, Бог видит ваше внутреннее желание, Бог видит ваше сердце, и, конечно же, Он даст вам то, в чем вы нуждаетесь, Он откроет окна небесные, Он и зальет на вас благословение. Богатство это не цель, богатство это не цель, оставь такие мысли иметь цель, оставь такое желание, хочу быть богатым, у тебя не должно быть хотелка быть богатым, твое желание познавать Господом, твое желание приближаться, твое желание укореняться с Богом, твое желание прожить жизнь с Богом, и ходил Енох перед Богом. Знаете, вот это потрясающее послание, когда Енох ходил перед Богом, и Бог так хорошо его полюбил, что ему даже умирать не пришлось, Бог его забрал на небеса. Когда мы смотрим на принципы, многие люди постоянно хотят что-то получить, и мы просим, и получаем. Поэтому, Священное Писание говорит, не просите и не получайте, а просите и получите. Да ныне вы ничего не просили, говорит Иисус, а теперь просите. И многие христиане строят свою жизнь на получении. Если я получу от Бога что-нибудь, если от Бога получу что-то классное, если я от Бога получу, тогда это будет круто. И все друг другу хвалятся, я от Господа получил, вот смотри, Господь мне это дал, я от Господа получил. Вот у меня вот такая штучка есть, Господь мне дал. И все остальные смотрят, думают, а я ничего не получил, я хочу получить. И вот все хвалятся, кто получил, кто не получил. И некоторые говорят, смотри, какой он духовный, он от Бога получает столько откровений, он столько получает силы, благословения. И казалось бы, ну что ж, жизнь христианина получать. А Иисус настраивает нас на другое направление. Священное Писание дает нам совершенно, совершенно, совершенно другую, другой тренд, давайте так скажем. Откройте деяния апостолов в Новом Завете сразу же после Евангелия. Новый Завет начинается с четырех Евангелия, потом Деяния апостолов в двадцатая глава и тридцать пятый стих. Деяния апостолов в двадцатая глава, тридцать пятый стих. Очень важное место. Я хотел, чтобы вы заметили здесь известная фраза. И я читаю с тридцать пятого стиха. Во всем показал я вам, что Деяния апостолов в двадцать тридцать пять, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых. Апостол Павел говорит, я показал вам, что надобно поддерживать слабых. Памятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сказал, блажение давать, нежели принимать. Апостол вспоминает и говорит эти слова. Я показал вам. Знаете, когда я считаю вот эту фразу, он цитирует Иисуса. Блажение давать, нежели принимать. И я показал вам, что, трудясь, надобно поддерживать слабых. Это хорошее послание. Что для тебя блажение? Что для тебя больше благословения? Ко мне подошел один чудный христианин. Стоит, смотрит на меня. Он говорит, пастор. Я говорю, слушаю. Он говорит, я пришел. Я говорю, слава Богу. Я говорю, что хочешь? Он говорит, я хочу благословиться. Я говорю, что это значит? Он говорит, ну, это чтобы ты мне что-нибудь дал. Денег, например. И стоит, да, это клубает свой сирот. Я благословиться пришел. Я говорю, вообще такое интересное слово, благословиться. Он говорит, ну, дай, давай что-нибудь. Знаете, я вспомнил это местописание. Я говорю, вот ты хочешь получить? Он говорит, да. Я говорю, а ведь Иисус сказал, блажение давать, нежели принимать. Я говорю, поэтому, чтобы тебе благословиться, давай что-нибудь, давай. Многие люди думают, что если ты получишь, если ты получишь что-то, если ты приберешь что-то, подхватишь что-то, если ты заполучишь что-то, ты благословишься. Ну, знаете, что происходит? Когда ты хочешь, чтобы твоя внутренность изменилась, я сейчас хочу вот эту мысль развить. Есть две вещи. Одна вещь получать, другая вещь отдавать. Знаете, что нас может поменять? То, что когда мы что-то получаем, это нас особо не меняет. Оно всего лишь проявляет то, кто есть мы на самом деле. Если ты отдаешь, это меняет твою внутренность. Если сейчас вы мне, давайте, любому из вас дадут миллион долларов, вы знаете, конечно, сейчас вы такие щедрые, такие вы такие все, но когда реально вы получите, скажем, миллион долларов, пусть это так произойдет, вы не изменитесь. Вы станете тем, кто вы всегда были. Прикрывали, прятали, не показывали. Но вы станете тем, кем вы были всегда. Если ты всегда был негодяем, тихий, улыбающийся, но негодяй. Ты станешь такой большой, богатый негодяй. Если ты был выпивоха, алкашик, такой тихий алкашик, ты станешь алкашищем. Если ты был блудник, ты станешь блудилищем. Если ты был святым, просто выявится твоя святость. Если ты был добрым, тебе будет еще миллион причин быть добрее. Когда ты что-то принимаешь, это всего лишь открывает твою сущность. Теперь, когда же ты отдаешь, что-то происходит внутри тебя. Внутри тебя происходит перемена. Когда ты отдаешь, например, часть, вот эта часть меня. И вот я отрываю, и я отдаю, и когда я что-то отдаю, кусочек моего сердца уходит вместе с этим. И моя жизнь меняется. Вы хотите измениться, и поэтому местописание блаженнее давать, нежели принимать. Очень имеет силу, потому что в чем блаженство? В том, что ты станешь другим, ты изменишься. Так закладывается принцип. Когда человек что-то запускает, что-то отрывает от тебя, он меняется. Дети, они хапуги, эгоисты. Они все для себя. Они только о себе думают. Знаете, когда младенец рождается, он ни о ком не думает, кроме себя. Ему плевать, что тебе завтра на работу в 6 утра вставать. Он младенец. Он центр вселенной. И знаете, многие люди вырастая, вот вы сейчас меня слушаете, а ты до сих пор младенцем остался. Ты все еще думаешь, что ты центр вселенной. Пуп земного шара. И весь мир крутится вокруг тебя. И жизнь прекратится, если что-нибудь с тобой случится. Ты не центр земного шара. И зрелость, это когда ты понимаешь, что нужно служить другим людям. И появляются новые центры земного шара, которые искренне верят, что они самые важные существа на земном шаре. И вот к ним приходишь и им служишь. Зрелость. Когда ты начинаешь отдавать. Когда ты перестаешь о себе думать. Я смотрю на девушек, которые все вокруг себя. Я вот это, я вот носик там. А потом, когда выходят замуж и рожают. Рожают. И они уже все вот начинают жить этим человеком, этим существом. И они начинают все для него отдавать. Настоящее материнство. Я сейчас не говорю, конечно, о тех странных женщинах, которые просто по-дурацки ведут. Они только о себе думают, а ребенке не думают. Но я говорю о нормальной матери. Зрелость, это отцовство. Это когда ты начинаешь жить для кого-то другого. Думать о нем. Любить его. Заботиться. Итак. Блажение давать, нежели принимать. Вот этот принцип, который спрятан в Священном Писании. Иисус установил принцип. Когда ты отдаешь, это тебя меняет. Когда ты принимаешь, это всего лишь усиливает тебя, кто ты есть на самом деле. Это всего лишь показывает тебе, кто ты такой. Это всего лишь открывает твое истинное лицо. Когда ты принимаешь и когда ты отдаешь. Два центростремительная или центробежная сила. центростремительный центробежный, если ты все ко мне знаете, кто впитывает в себя все время, все впитывает это черная дыра есть такие черные дыры в космосе которая все в себя засасывает она хочет пожрать все сегодня такие черных дыр вообще вокруг столько много черные дыры летают по церквям они хотят все засасать мне надо и ты смотришь на человека, зачем тебе это все мне все надо друг, тебе нужно жить я надо мне когда вы понимаете принцип когда вы понимаете принцип когда вы живете принципом когда вы понимаете как устроена жизнь хотите измениться сила в даянии когда вы хотите измениться сила в том, что ты отдаешь другим если ты отдаешь другим негодование, ропот. Даже вот просто в настроении ты заходишь, рожу делаешь, ты не отдаешь радость, ты не отдаешь улыбку, ты не отдаешь позитив, ты не светишь любовью. Поверь мне, в твоей жизни всегда будут пасмурные плохие дни. Если же ты солнечным светом светишь, излучая жизнь, люди меняются, и в твою сторону будут всегда светить улыбки. Блажение давать. Блажение давать. Все любят принимать, я люблю принимать, все любят принимать, но блажение давать. Знаете, если ты запускаешь свет, то свет, он вернется в тебе. Если ты запускаешь свет, он вернется к тебе. Он вернется к тебе видением, свет повернется к тебе. Ты изменишься. Аминь. Ты станешь другим человеком. Отдавайте Если вы отдаете Ваша жизнь Становится другой Абсолютно другой Научитесь отдавать Отдавайте свое время Отдавайте свои слова Отдавайте любовь Отдавайте дружбу Отдавайте понимание Отдавайте улыбки Отдавайте благословения Отдавайте молитвы Отдавайте Если вы отдаете Если вы отдаете Тогда к вам обязательно развернется И к вам повернется все Отдавайте, запускайте И тогда ваша жизнь изменится Знаете, когда я иду в полной темноте У меня в руках фонарик И я отдаю свет, излучая свет Этот свет попадает на предметы И мне легко двигаться Если бы я сказал, не отдам свет И буду сам на себя светить Я ничего кроме темноты не увижу Вы знаете, вот пример с фонарем Очень четко показывает Если вы фонарем светите вокруг Отдаете свет Тогда вы видите направление жизни Если вы сами себя светите То тогда вы ничего видеть не будете Вы будете ослеплены Люди, которые находятся Светят себя светом Они ничего не видят вокруг вообще Они дезориентированы Я не хочу, чтобы мы были дезориентированы Блажение давать В конечном итоге А что ты можешь забрать с собой? Что тебе надо? Что тебе в жизни нужно? Ты ничего не сможешь забрать с собой на небеса Ты ничего не сможешь забрать с собой туда, в ту жизнь В конечном итоге Благословение это когда ты можешь повлиять и изменить себя Вы знаете Я смотрю на людей И многие думают Но если я буду отдавать, я обеднею Мне станет хуже Мне станет тяжело Я стану Я стану Я стану Ну, с недостатком Ну, с недостатком Не обеднею Не обеднеет Будьте щедры Дающий нищему Не обеднеет Аллилуйя Луки 6 глава 38 стих Евангелие от Луки Новый Завет 6.38 Потрясающее место Учение Иисуса Христа Давайте Очень простые слова Очень простые Давайте И дастся вам Меру и добрую Господь даст вам мера добрая Большая Утрясенную Нагнетенную Переполненную Отмерено И переполненную Отсыплет вам в лона ваше Ибо какую меру Мерите Такую И отмерится Вам Давайте и дастся вам Давайте и дастся вам Блажение давать Блаженство в давании Блаженство в давании Благословение Ты меняешься Когда ты даешь Давайте посмотрим еще Ну Псалом 33 Псалом 33 И стих 9 Псалом 33 И стих 9 Такие слова написаны 9 10 11 Вкусите И увидите Как благ Господь Блажен Человек Который уповает На него И дальше Бойтесь Господа Святые его Бойтесь Господа Святые его Ибо нет Скудости Ограниченности У боящихся его 11 стих Скинны Бедствуют Опять прибавляется Он сыплет А ему прибавляется Другой Он Сверхмеры Бережливый Нужно быть бережливым Но не надо быть Сверхмеры Однако же Беднеет Вот эти две позиции Некоторые Сыплют Чедро Им прибавляется Другой Бережливый Однако же Беднеет Казалось бы У бережливого Должно быть Больше денег А нет Человек Который Сеет Он меняется Его внутренность Меняется И ему Прибавляется Снова Всякий раз Когда ты Запускаешь Знаете В теннис Играет только тот Кто отдает Мячик Хотите поиграть В теннис Да Я хочу в теннис Поиграть Никому не дам Мячик Да Но там Чтобы поиграть Хорошо Ты должен отдать Отдать Оппоненту Если вы хотите Добиться Хорошей игры Хорошей Разминки В теннис Вам нужно Отдать Подкинуть Мячик И запустить К оппоненту Отдавайте И вам Прибавлено будет Это принцип Это концепция Жизни Это парадигма Которой нам Нужно следовать Отдавание Сеяние Излучение Распространение Сейте радость Сейте жизнь Сейте благословение Улыбайтесь Вы можете Улыбаться Святой Любовью Божией Озарять Весь мир Благословляйте Не проклинайте Светите Любите Дорожите Излучайте И когда вы Излучаете Ваша жизнь Изменяется Каждого человека Есть два направления Или он отдает Или он принимает Или отдает Или принимает Если вы больше Хотите принимать То тогда вы будете Как черная дыра Если вы отдаете Вы будете Вы будете Как солнце Которое дает Свет Излучает Которое согревает Которое Которое поддерживает Кто ты Черная дыра Дыра Или солнце Кто ты Излучаешь Или потребляешь Когда мы смотрим На людей Которые Пострадали Помните Историю с Иовом Иов был Богатый человек Очень богатый И Иов Имел много Посмотрите Написано И Якова Пятая Глава Якова Пятая Глава По-моему Одиннадцать Или двенадцать Стих Откройте После Евангелия Якова Пятая Глава Вот мы Ублажаем Тех Которые Терпели Одиннадцать Иов Якова Пять Одиннадцать Вот мы Ублажаем Тех Которые Терпели Одиннадцатый Стих Тогда Откройте По-моему Вот так Сейчас Одиннадцатый Стих Откроется Ублажаем Тех Которые Терпели Вы Слышали О терпении Иова И видели Конец Его От Господа Ибо Господь Весьма Милосерд И Сострадателем Мы Видели Конец Иова От Господа Конец Иова От Господа Ибо Господь Весьма Милосерд И Сострадателем Конец Иова От Господа Послушайте Меня Дорогие А какой Же был Иова Конец Откройте Книгу Иова В Старом Завете Рядом С Псалмами 42 Глава И Здесь Написано Вообще Такая Целая История История Страница 568 История Там Какой Был Конец У Иова Конец Иова От Господа Вначале Вы помните Что Иов Пострадал Он был богатый Состоятельный человек Он пострадал Потерял все Погибли дети Там Ужас был Иов Все 40 Глав Он Возмущается Он там Рассуждает С друзьями Ему плохо Он страдает Покрылся проказой Болеет Жестоко Все И вот Иова 42 Глава И 12 Стиха Иов 42 12 И благословил Бог Последние дни Иова Больше Нежели Прежние У него Было 14 тысяч Мелкого Скота Но я не знаю Как предположить По моим Почетам Да 14 тысяч Мелкого Скота Давайте Сейчас Попробуем Посчитать Это что Миллион Долларов Что ли 14 тысяч Мелкого Скота Если Сколько Стоит Один Баран Ну 50 Долларов Предположим Если 14 тысяч Мелкого Скота 14 тысяч Умножить На 50 Долларов Это Получает 700 тысяч Наверное Чуть Больше 50 Долларов По моим Почетам Где-то Миллион Долларов У него Только Барашках Было И Козах И Всех Мелкого Скота 14 тысяч Мелкого Скота Идем Дальше 6 тысяч Верблюдов Я не знаю Сколько Стоит Верблюд Но По моим Предположениям Это Где-то 2,5 Миллиона Долларов Плюс Минус Может быть От 2 до 2,5 Миллионов 6 тысяч Верблюдов Тысяча Пар Волов Тысяча Пар Волов Это Получается 2 тысячи Быков И Коров Наверное Волов Только Это Где-то Если Предположить Что 500 Долларов За Быка Это Получается Где-то Миллион Долларов Только В Быках И Было У него Семь Сыновей Три Дочери И Нарек Имя И Дальше Перешляется И Так Далее Так Далее 16 После Этого И После Этого 16 Стих 42 Голов И Ов Жил 140 Лет Виделся На Весе На Весе На Весе Весе На Весе Четвертого Рода И Умер И Ов Последний Стих 17 В Старости Насыщенный Днями Дорогие Мои Вы Знаете Вот этот Вот этот Подход Когда мы Смотрим На Героя В Библии И написано Что Конец Иова От Господа Не Начало Конец Конец Иова От Господа Когда Мы Смотрим Как Бог Его Благословил Если Вы Посмотрите Это в два раза Больше Чем Было В самом Начале Мы Говорим Страдалец Бедняжка Иов Он Не был Особо Бедняжкой Не так Что Бог 140 лет Он Страдал А Под Конец Бог Дал ему Баранов Перед смертью Нет Если Вы Посмотрите Иов Страдал Несколько Месяцев Может Быть У Нас Написано Он Скал Месяцы Суетные Даны Мне В Удел Это Не Не Годы Это Месяцы Он Несколько Месяцев Страдал У него Реальные Страдания Были У него Реально Банкротство Было Реально Все Потерял У него Реально Было Все Очень Плохо И Это Без Шуток Это У него Было Очень Плохо Но Когда Мы Смотрим На Человека Который Пострадал И Писание Говорит Конец Иова От Господа Вот Знаете Вот Этот Конец Страданий И Насыщенный Днями Он Скал Господи Ну Хватает Уже Насыщенный Днями Он Умер Наелся Он Все Хватит Хватит Надоело Все Уже Все Достаточно Насыщенный Днями Он Умирает Дорогие Мои Я обращаюсь Сейчас К каждому Из вас Пускай У вас Будет Жизнь Как Иова Конец Жизни Как Иова Насыщенный Днями Если Вы так Предположите Он Был миллионером Ну Не знаю Сколько У него Миллионов В шесть Семь Было Только В скоте Если Переводим На Современные Деньги Он Был Миллионером То есть Если Вы так Перевести Он Был Миллионером Не Нужно Думать Что Бог Хочет Чтобы Мы Были Бедными Бог Не Хочет Чтобы Мы Были Бедными Авраам Был Богат Был Очень Богат Бытие 13 2 И Авраам О том Иаков Был Богат Бытие 30 43 Иаков Был Весьма Весьма Богат Написано Два раза Весьма Весьма Богат Бытие 30 43 Весьма Очень Богат Если Посмотрите На Давида Соломона Иосифа Посмотрите На всех героев Библии Они не были Бедняжками Поэтому Когда мне говорят Бедняжка Иов Он не был Бедняжкой Он был Состоятельный Человек Итак Богатство Это не цель Имение Это не цель Это всего лишь Средство Главный принцип Блажение Давать Когда фермер Отдает Свои семена Земле Он получит Осенью Большой урожай Я благословляю вас Чтобы вы были Как мудрые фермеры Не жадные И скупые Иной Сеет Щедро Свысыплет Сквозь пальцы Вот так Сеет Щедро А ему Прибавляется Щедрость Это удел Благословенных Давание Это благословение Если ты даешь Ты будешь Благословенным Наш эфир Подходит к концу Я благословляю вас Именем Иисуса Христа Пусть Бог Благословит вас И пускай у вас Всегда будет Достаток И слава И сила И Бог Даст вам Умножение Во имя Иисуса Христа Всем тем Кто нам пишет Я вижу Олег Лариса Из Греции Приветствую вас Всех Кто Комментирует Пусть Бог Благословит Александра Солюбовского Миногорска Всех Благословляю Хочу сказать Спасибо вам За то Что вы Поддерживаете Христианское телевидение И щедро Сыплете Я верю Что в ваша луна Сыплется Мерой доброй Нагнетенной Георгий Благодарю за партнерство Всех 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 Благодарю Дорогие мои Если вы сейчас Смотрите этот прямой эфир Я призываю вас Присоединиться К нашему Партнерскому служению Мы вместе Служим Господу Ваши Ежемесячные Партнерские Приношения Помогают мне Распространять Благую весть По всему лицу Земного шара Но разве это Не доброе дело Пусть Бог Благословит вас Поддержите Доброе дело И вы увидите Как Бог Благословит вас Сегодня с вами был Максим Максимов Встретимся завтра В то же время И в тот же час На том же месте Держитесь за Господа И знайте Что все лучшее впереди И конец его Был от Господа Такого вам конца желаю Благословения Дорогие друзья А сейчас Вы можете пройти На мой Ютуб канал Максим Сиенел И посмотреть Эти и другие Проповеди Спасибо за ваше Внимание И за ваше участие Субтитры сделал DimaTorzok